Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер, в эфире Финнам ФМ бизнес-канал Двухчасовой разговор с бизнесменами о том, как этот бизнес в России делается И первая часть этого эфира называется бизнес-класс, где мы сегодня говорим о следующей тематике Тема программы роуминг в России, можно ли общаться в путешествии за приемлемые деньги В общем, говорим мы сегодня о бизнес, связанном с интернет, простите, с мобильной связью В гостях у нас Петр Лидов, директор по связям с общественностью компании Мегафон Добрый вечер, Петр, добрый вечер Значит, уважаемые слушатели, традиционно эфир у нас прямой, поэтому у вас есть возможность присоединиться к нашему разговору Телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495 Или сайт компании финам.фм, все это вы можете использовать для того, чтобы позвонить, написать и задать свой вопрос моему сегодняшнему гостю Еще раз повторю, его зовут Петр Лидов Ну что ж, давайте начнем разговор и, собственно, основная его тема, вот роуминг в России Вообще, что такое роуминг? Ну, если можно так расшифровать вообще эту, может быть, кому-то непонятную историю И с чем связано вообще присутствие роуминга в мобильной связи? Почему он, так сказать, в какой-то момент начинает функционировать? Ну, давайте, значит, наверное, большинство ваших слушателей, они знакомы с этим понятием Я думаю, что да, но тем не менее Наверняка сталкивались, наверняка платили Но если оттолкнуться, то, собственно, роуминг, услуги роуминга Все это происходит, естественно, от английского слова to roam То есть, когда люди путешествуют, они оказываются не в той домашней зоне, где они приобретали свои услуги связи Заключали договор, и у них возникает, ну, фактически аналог междугородней связи Только в обратную сторону То есть, фактически, вы звоните как бы по межгороду, но из другой зоны в свой домашний регион Вот, это есть роуминг международный, есть так называемый внутренний Он в разных странах по-разному называется Было даже мнение Министерства связи в нашем отменить вообще Да-да-да, это у меня такая тема, ну, если на закуску, что называется, или чуть дальше, да Вот, а возникает он, собственно, потому, что исторические сети связи, они и строились так И они и функционируют так, что затраты на звонки более, так сказать, дальние, да Если сравнить передачу трафика или передачу сигнала с передачей, там, допустим, какой-нибудь сырья или там товаров То, в принципе, принцип тот же Это стоит денег Словая логистика некая Для того, чтобы отправить ваш звонок в другой город, это несколько дороже, чем отправить его, собственно, в собственном регионе Ну, вот, собственно, отсюда возникает эта проблема В обратную сторону это работает точно так же То есть, если вы выехали туда, вы стали абонентом, фактически, того региона Ну, то есть, если я правильно понимаю, все это будет зависеть, ну, как та же самая транспортировка какого-то товара Будет зависеть от расстояния, прежде всего Или все-таки есть еще какие-то Нет, ну, есть особенности всякие Ну, конечно, расстояние И если говорить о внутреннем роуминге, то в той или иной форме он присутствует в основном в странах, где расстояния большие Ну, в частности В частности, в России Вот, он может иметь разные формы, потому что тарификация может быть немножко другая там Но есть, например, особенности России, такие совершенно уже запредельные, как бы, арены Это, например, Якутия, куда фактически нет хорошего волокна И поэтому сигнал туда доставляется через спутник Что еще дороже, аренда спутниковых каналов стоит больше, чем аренда каналов подземных Ну, вот, собственно То есть, в Якутии мобильная связь дорогое удовольствие, можно так сказать Да, вы знаете, не обязательно, потому что ведь не всегда связь зависит от затраты Более того, связь унифицируется, тарифы унифицируются Если мы посмотрим на то, что часто ссылаются те, кто считает, что в России все должно быть как в Европе или как в Америке То вот там эти тарифы очень сильно унифицированы И рынок диктует унификацию тарифов Оператор, который работает на территории всей страны, ну, он может установить некий там единый тариф для всей страны Понятно, что, например, в Якутии абонентов мало, но там этот тариф будет им каким-то образом датироваться Ну, а где-то он за счет большого количества абонентов там в Москве или оборота будет немножко компенсировать Ну, вот вы когда говорили о тех самых людях, которые, значит, хотели бы, да, чтобы в России было как в Европе или как в Америке А вы так немножко иронично... Я сам такой же, да, я тоже хочу, чтобы у нас было как в Европе и как в Америке И не только, и, может быть, даже не столько с точки зрения мобильной связи Я понял Сейчас она дешевле И тем не менее, смотрите, вот эта ирония, да, связана с тем, что это невозможно в принципе Или, может быть, действительно какие-то другие подходы Ведь, ну, что там греха таить, да, мы знаем прекрасно, что на рынке мобильной связи у нас большая тройка, так называемая Вот, и в какой-то степени, ну, хорошо, может быть Ну, там есть еще и Ростелеком сейчас активно Активен, активно присоединяется Есть Теле2 Ну, тем не менее, не так много игроков, и в этом смысле, может быть, просто было бы действительно найти некий унифицированный вот этот тариф Или просто это невыгодно кому-то Ну, смотрите, это же, с нашей точки зрения, это вопрос исключительно рыночный Есть, ну, есть затраты, есть, так называемые, физические там данные Есть, действительно, есть, не знаю, не буду загружать законодательным большим количеством информации Ну, небольшим можно Ну, небольшим, если загрузить, то есть правила, которые устанавливают то, как у нас связь должна работать и каким образом должны осуществляться Это устанавливают на уровне государства Да, это устанавливается под законными актами Государство устанавливает, что пропуск трафика, как это называется, должен осуществляться совершенно определенным образом То есть, там, через междугородные и международные коммутаторы, которые раньше должны были существовать в каждом регионе Потом они, так сказать, могут существовать где-то Да, укропняться Сейчас, ну, реальность состоит в том, что вообще, конечно, трафик может пропускаться совершенно по-разному В том числе по интернет-каналу У многих компаний свои большие сети построены У Мегафона, например, своя сеть Если просто не было никаких ограничений на пропуск трафика, мы бы, конечно, делали это более эффективно Ну, то есть, есть вот эта вот вся физика То есть, действительно, затраты на и строительство этих коммутаторов И поддержание сетей связи в нормальном состоянии, прокладку оптоволокна, это большие деньги Большие, да Мегафон инвестировал, там, за последние несколько лет, ну, примерно, так, чтобы порядок цифр Такое условное обозначение, по 2 миллиарда долларов каждый год строительство сети Это огромные деньги И, конечно, основные затраты приходятся на международную и международную связь, которые объективно дороже Вот, дальше идет вопрос тарифов Что, например, есть, например, в США, да В США ситуация примерно та же, страна большая Да, да Но очень много людей ездит То есть, ездят, ну, не знаю, там, довольно большие цифры Если у нас путешествуют постоянно, мы оцениваем наших абонентов, это около 5% абонентов То там, ну, я думаю, там, процентов 40-50 людей, они ездят А ездят они, извините Ну, из штата в штат, там, и так далее А по какой причине, да, они, что, на экскурсии ездят Ну, там более, гораздо более мобильная Более мобильная жизнь просто Более мобильная жизнь в Европе, там, переезд из одного города в другое В общем, такое нормальное дело Да, да, а у нас это новая жизнь начинается Большое событие, да, не всегда простое Это да Вот, и поэтому, конечно, там, например, если брать штаты, то там существует два типа тарифа Есть тариф локальный, то есть, если вы хотите пользоваться только локальной сетью И есть там некий тариф федеральный, который будет стоить, ну, условно-то в полтора раза дороже, но тоже без ограничений Вот, но при этом вы вот оплачиваете весь ровно У нас не совсем актуально, потому что, если бы мы ввели такие услуги, то есть, мы бы ввели там некий единый тариф То пришлось бы для вот этих вот 5% путешествующих граждан за счет остальных 95, ну, чуть-чуть компенсировать Это чего ж тут греха таить Ну, просто он был бы не очень популярен, наверное, этот федеральный тариф Да, но если ввести, это как обязательно Интересно, что у нас, кстати же, ведь тарифы есть Я вот сегодня жалко, или не жалко, может быть, хорошо, что ваши слушатели меня не видят Слушай, я сегодня, в отличие от вас, в таком достаточно... Ничего страшного, они видят вас в интернет В интернет-варианте Ну, может быть, сейчас я и подключусь, увидишь меня в интернет-варианте Так вот, я сегодня еду в командировку в город Сочи Вот, и я сегодня не поленился И обратился к нашему оператору, позвонил, спросил, что мне делать, вот могу ли я как-то сэкономить И выяснилось, что, оказывается, у Мегафона есть такой тариф, который называется «Везде Москва» То есть я приехал в Сочи, подключив этот тариф Дождите, Петр, вы не кокетничаете То есть вы, Петр Лидов, директор по связи с общественностью Да, звоните своему работодателю, по сути, да, и спрашиваете, а какие у нас тут есть варианты Ну, вы знаете, да, мы недавно перешли на полную оплату всеми сотрудниками, включая топ-менеджеров, услуг мобильной связи Для того, чтобы быть несколько ближе к клиенту, это вообще очень помогает Серьезно? Да Ну, то есть как бы на землю встаёшь, да, и понимаешь, да, чего это стоит Сколько стоит там, сто одно и другое Так вот, могу сказать, что в Сочи мне предложено было подключить специальную опцию для человека, который часто ездит Вот, и за 7 рублей в день это стоит, звонить по московскому тарифу То есть никакого роуминга внутрисетевого для меня лично в эти три дня существовать не будет Вот, и такой подход, это рыночный подход, потому что понятно, что если бы я продолжал бы звонить там по обычному базовому тарифу за 8 рублей в минуту из Сочи в Москву То, наверное, я будучи человеком экономным, подумал бы каких-то альтернативных возможностей Безусловно, да Ну, например, воспользоваться услугами, там, прийти на переговорный пункт и позвонить стационарному телефону за 3 рубля Или купить карточку и позвонить там, не знаю, еще за сколько-то рублей Но компания вынуждена конкурировать, в том числе и со скайпом, и со многими другими видами связи Поэтому, конечно, мы вынуждены такие опции предлагать Понятно, что, как любой бизнес, мы делаем это не из элитруистических соображений, а чисто исходя из рыночных реалий Вот, и с нашей точки зрения, в принципе, рынок, он, в общем, приведет туда, куда надо Когда конкуренция будет высокая, она сейчас довольно высокая Несмотря на то, что операторов действительно, может быть, немного по сравнению со многими другими странами Конкуренция у нас, я могу вам сказать, очень жесткая, особенно в большой тройке Вот, поэтому позиция такая, что мы, конечно, по, скажем, уровню и глубине развития, собственно, тарифной системы И количеству путешествующих, вообще всей этой отрасли, немного отстаем от Соединенных Штатов Хотя по качеству связи я готов тут поспорить, я думаю, что мы не отстаем и уж точно опережаем Европу Но по тарифам они такие, собственно, какая у нас жизнь Вот, то есть они, в общем, если вам нужно часто ездить, вам обязательно оператор предложит Если этот не предложит, уйдите к другому, он предложит Вот по поводу, кстати, того, как меняются операторы, мы тоже еще поговорим Но вот перед тем, как уйти на новости, фраза мне очень ваша понравилась Рынок придет туда, куда придет То есть, другими словами, я правильно понимаю, что не все видят вот это, ну, имеется в виду конечное направление движения этого рынка И на ощупь, да, вот, в зависимости от ситуации, которая сиюминутно рождается, меняется, да, вы немножко эту дорогу корректируете Ну, здесь, мне кажется, как раз роль государства в том и состоит, чтобы... Петр, я прошу прощения, у нас новости послушаем, потом продолжим Итак, друзья, мы продолжаем эфир На Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Петр Лидов, директор по связям с общественностью компании Мегафон Ну и тема соответствующая, мы говорим об услугах мобильной связи и, в частности, о проблемах Проблемах... не надо о проблемах, да? В частности, об услуге под названием роуминг, вот так давайте Как звонить, собственно, в России и за рубежом, используя эту услугу Я, к сожалению, да, задал вопрос, не успел услышать ответ на него Петра Еще раз я его коротенько сформулирую Вот это вот поиск пути, нужного пути в вашем нелегком все-таки бизнесе Потому что, действительно, жизнь меняется ежедневно, ежесекундно, да, и направление, наверное, приходится на ощупь вот так корректировать, да То есть, рынок сам выбирает и ведет вас туда Или у вас есть какие-то стратегические планы и, так сказать, вы пробиваетесь в выборном направлении? Если говорить об этом в контексте тарифов, ну, вообще, наши планы, они понятны Мы пробиваемся в сторону... Конкурентоспособности Ну, во-первых, да, того, чтобы победить наших конкурентов окончательно Мы, естественно, зарабатываем еще деньги для наших акционеров Но, если говорить о правилах игры, вот, о том, что происходит в роуминге То понятно, что, как в любой стране, в России государство здесь играет определенную роль И совершенно справедливую роль государства Она, наверное, состоит во многом в том, чтобы быть арбитром в соблюдении правил игры Ничего нового я, наверное, не скажу Арбитром или правило все-таки устанавливать? Безусловно, устанавливать правила и быть арбитром И здесь государство, в общем, неплохо со своей ролью справляется Особенно в последнее время Назрели, действительно, вот, изменения к закону о связи Потому что он давно не менялся, а связь, как вы знаете Изменилась, да, кардинально Изменилась кардинально И мобильный интернет, вот уже четвертое поколение есть и так далее Вот, поэтому государство в России, в общем, ведет довольно, вот, напоследок за все годы Ведет довольно взвешенную политику И, на наш взгляд, в общем, результаты очень неплохие Это и проникновение мобильной связи Это и развитие сетей передачи данных Кстати, если посмотреть на историческую роль государства в отрасли связи Вообще, отрасль связи, я не знаю, есть ли другая такая отрасль Которая развивалась бы, ну, исключительно практически на 100% рыночной основе Без каких-то, там, я не знаю, серьезных элементов даже 90-е годы влияния криминала И без какой-то такой вот сильной и какой-то негативной роли государства Государство, в общем, всегда очень взвешенно подходило к развитию конкуренции И, как я уже говорил, сегодня мы имеем три серьезно конкурирующих Примерно одинаковых по размеру компаний Что, в общем, для потребителя совсем неплохо Неплохо, безусловно Вот, так что здесь мы, конечно, государству прислушиваемся Что касается внутрисетевого роуминга То государство этой темой занимается уже некоторое время Занимаются депутаты Государственной Думы И вот, в частности, да, мы плавно подвели к этой мысли Даже слишком плавно Слишком плавно, да, да Можно было как-то порезче Вот, занимается и правительство Ну, Государственная Дума, наверное, депутаты все-таки занимаются С более таких вот, как бы, ну, общественно-политических позиций Министерство связи, надо сказать, занимается этой темой очень профессионально Вот, есть несколько аспектов Ну, во-первых, понятно, что никому не нравится платить там За что-то... Переезжать, да Слишком много и переезжай Слишком много, да, и тем более Все, я проехал из Московского и Владимирского, а там уже другие деньги Я проехал-то сто километров, боже мой Да, но при этом ведь никого не смущает, например, что вы звоните из Москвы Владимир По стационарному телефону, например Платите за международный А это же стоит дороже, чем звонить из Москвы в Москву Как-то это вот не сильно Нелогично Нелогично Вот, ну или еще что-то Угу По Владимире, может быть, дешевле или дороже Ну, неважно Поэтому государство сейчас, в общем, занимается тем, чтобы эти правила были установлены Но, естественно, есть ряд ограничений, с которыми государство тоже сталкивается Ну, во-первых, компании-операторы связи не являются государственными, не являются естественными монополиями Поэтому регулировать их тарифы государство там в прямой не может Да, оно не может нам сказать, что вот смотрите, вы должны сейчас все цены там снизить и привести к какому-то общему знаменателю Безусловно, она может установить там определенные параметры И такие примеры есть, например, в Евросоюзе Они установили там определенные ценовые коридоры по уже роумингу между странами В принципе, наверное, у нас это тоже может быть сделано Но еще раз хочу сказать, что вот эта вот история с роумингом Во-первых, она решается рыночными методами У каждого оператора есть сегодня опции и тарифы, которые эту проблему просто снимают фактически для тех, кто ездит То есть, ну, в общем-то, такой болезненной проблемы нет Нет такой ситуации, что человек вынужден звонить по какому-то безумному тарифу, находясь в экстремальной ситуации Ну, я уже даже не говорю про альтернативы Обычная связь и прочее Выключил телефон, пошел там Поэтому, ну, не знаю, на мой взгляд, это взаимодействие Государство устанавливает определенные правила направления коридора и параметры А мы с удовольствием в этих параметрах сражаемся за доминирование на рынке и победу над нашими конкурентами Это нормально И тем не менее, смотрите, вот, собственно, тему, которую мы сейчас начали обсуждать Это планируется, да, или обсуждается вопрос об отмене национального роминга, там, в 2014 году Активно, причем на уровне Государственной Думы Вот ваше личное отношение к этому О национальном роминге мы, под национальным ромингом мы понимаем внутрироссийский роминг, правильно? Вот То есть, какой-то момент, вот, с 2014 года, говорит, давайте все звонки будут, ну, не бесплатными, да, будут тарифицироваться как внутренний Ваше личное мнение, это неправильно, да? Ну, я не знаю, правильно ли правильно, наверное, это красивая идея, ее можно, в принципе, ввести, и все звонки будут стоить одинаково Но проблема в том, что они будут дороже По определению, да, изначально И тогда, ну, наверное, ведь затраты наши, о которых я говорил, вот эти многомиллиардные на поддержание работоспособности сети, которые, кстати, определяются во многом государством и законодательством государства, они никуда не денут Конечно, дешевле бизнес этот не станет Дешевле не станет, да, поэтому, ну, зарабатывать нам тоже все-таки надо, потому что мы не какая-то... Благотворительная Не социальная организация, хотя я вам должен сказать, кстати, если так отвлечь чуть-чуть и сравнить цены на мобильную связь, за последние лет 12-10, они упали где-то в 10 раз за минуту Ну, существенно, я... А вот цены на... На многие есть ЖКХ, да Они, кстати, примерно во столько же раз поднялись, поэтому... Хотя там вроде как социальные функции Вот, поэтому рынок, на мой взгляд, он руководствует законами спроса и предложения при, естественно, определяющей роль государства, установочем правила и параметры Но не регулирующим цены, он, на мой взгляд, приведет нас туда, куда надо, в том числе и для абонентов, для которых вот сегодня никаких проблем нету, если они действительно постоянно ездят Бывают, безусловно, там сложности на границе филиалов, ну, действительно, отъехал 20 километров, там уже другой не знал и так далее, но это вопрос скорее информирования, чем... А, кстати, сложности это вот именно с точки зрения тарификации или бывают технические сложности? Отъехал, переехал и связь вырубил? Сеть другого филиала, сеть другого региона Оно работает И попал в роуминг Сразу автоматически Поэтому, конечно, такие вещи предусматривать надо Но это вопрос информирования и, наверное, вопрос все-таки сглаживания И, ну, на сегодняшний день наша позиция, она, собственно, в том, что не требуется какого-то такого радикального регулирования Наверное, требуется дальнейшее упрощение пропуска трафика для того, чтобы операторы могли еще ниже опускать цены В общем, сейчас вполне они приемлемы, по сравнению даже с той же Европой и Америкой, в общем, ниже, чем где бы то ни было Кто-то один раз хорошо сказал, что у нас азиатские цены с европейским качеством Ну, это в хвалебном, да? Да-да В хвалебном смысле Нет, у нас действительно качество мобильной связи Несмотря на те проблемы, которые существуют, скажем, в Москве Оно, ну, на порядок лучше А, кстати, чем определяет вот с этой точки зрения качество мобильной связи? Это технологии, это профессионализм оператора Или я почему-то подумал опять, что у нас была некая база при Советском еще Союзе Нет, в Советском Союзе базы не было мобильной связи Более того, Мегафон, например, за последние 5-6 лет полностью построил абсолютно новую оптоволоконную сеть Оптическое волокно, по которому идет связь Для того, чтобы передавать интернет на большую скорость и мобильной Недостаточно вышки поставить И недостаточно пользоваться аналоговыми коммутаторами с советских времен То есть совсем не надо Понятно, что это надо строить свою сеть И Мегафон это сделал, да? Да, Мегафон это сделал У нас на сегодняшний день из мобильных операторов сеть абсолютно лучше Здесь вопросов ни у кого нет Отсюда самая высокая скорость интернета, кстати, мобильного Вот, и вторая по протяженности после Ростелекома Но я все-таки думаю, что лучше качеством, потому что у нас новее А Ростелеком что-то унаследовал И вообще, вы знаете, отрасль связи, она в корне отличается от наших флагманских отраслей У нас не было запасов газа У нас не было каких-то разработок, разработанных нефтяных скважин Фактически за 20 лет все построено с нуля Основ, да, многие вещи, мы говорим, вот, заложили осознание при советском строе А этого просто не было, конечно Сейчас, на мой взгляд, главная задача и главная задача нашей компании, которую мы, собственно, перед собой ставим Это уже все-таки высококачественный сервис Потому что с качеством и с... Качеством связи разобрались Разобрались, ну, кроме Москвы, потому что в Москве ситуация уникальная И возвращаясь к вашему вопросу, чем определяется качество связи, почему оно разное в разных городах И в разных странах сейчас мы об этом говорим В разных странах, да, это точно Ну, во-первых, понятно, что это инвестициями и тем, что построено мобильными операторами Ну, и, во-вторых, есть особенности крупных городов, таких как Москва В Москве их особенности, я бы назвал, три Первая особенность — это фрагментированность частотного спектра А, если можно, чуть по-русски? Ну, это для того, чтобы была качественная связь, то операторам желательно иметь довольно широкую полосу частот, как бы, непрерывных, да, вот, если представить, как некий спектр Так, сейчас я жестикулирую Это нормально, я-то вижу Нормально, вы видите, да, вы понимаете, вы потом скажете «да», слушатели скажут «да» Вот, то желательно, чтобы эти полосы были непрерывными, а не размещались там в разных частях, тогда качество лучше То есть частотный спектр в Москве, особенно в сегменте, который мы называем 3G, который занимается, отвечает в основном за передачу мобильного интернета В Москве еще заняты военными В целях повышения обороноспособности нашей Родины И, собственно, защиты Москвы от, ну, я уже, наверное, дальше не буду говорить Ну, понятно Потому что сейчас нам позвонят, да Вот, то есть здесь мы вынуждены фактически каждую базовую станцию согласовывать с тем, куда она, собственно, светит То есть не по кругу, а в какой спектр, мощность сигнала и так далее Это сложно, это такая точечная настройка в Москве То есть те самые проблемы, я не буду сейчас называть по фамилиям, они у любого оператора связи возникают периодически, да? Вот те самые проблемы, они, прежде всего, обусловлены вот тем, о чем вы рассказываете Это связано с тем, что ходит такая история, что, не знаю, ну, вообще-то правда, но связано с тем, что когда решали, значит, строили радиосеть и выбирали частоты в нашей стране, видимо, в какие-то там далекие 30-е или 50-е годы На каких частотах работать, то решили сделать так, что если весь мир использует один спектр под гражданские, то мы будем его использовать под военные А, и наоборот И наоборот Чтобы когда они к нам придут нас завоевывать, они включат, а у них не работает А у них ничего не работает Вот, и, собственно, вот эту проблему мы сейчас сталкиваемся, то есть наверняка и в прессе много этого было, расчистка частот, которые мы получаем от военных Это действительно такой долгий процесс, и в Москве он особенно проблематичен Плюс Москва, это действительно огромный мегаполис с огромной нагрузкой на сеть связи Плюс у нас есть сложность с размещением базовых станций, антенн, скажем Физически просто Физически, да, ну, потому что некоторые, это же аренда каждый раз Конечно Мы, например, зачастую не можем разместить даже на государственных зданиях Потому что сейчас решение принимает именно владелец здания То есть ему это меняется, и здесь в Министерстве связи большое спасибо Потому что они упрощают эту процедуру, и решение будет А владелец здания по максимуму, да, пытается вытянуть? Ну, владелец здания либо по максимуму, либо он не хочет Либо он считает, что это вот не надо ему, и зачем мне это надо Зачем вы портите крышу моего здания? Портите крышу, да, и так далее В общем, в Москве вот такие сложности есть Здесь и государство может помочь, и, безусловно, мы сами тоже работаем очень активно Петр, сейчас еще раз послушаем новости на финансовом, потом продолжим Ну что ж, друзья, продолжим, продолжим наш разговор Который сегодня посвящен мобильной связи в России, в частности, услуге роуминга В гостях, напомню еще раз, Петр Лидов, директор по связям с общественностью компании Мегафон Ну и для вас, уважаемые слушатели, тоже напомню Телефон студии, телефон прямого эфира 651099.6 Код Москвы 495 и адрес компании finam.fm Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, тем более, что эта история, которую мы сегодня обсуждаем Нам всем, в той или иной степени актуальна Для нас, для всех, в той или иной степени актуальна Итак, продолжим разговор о роуминге Ну, более-менее понятно, Петр, да, что подразумевает поднациональным роумингом И какие-то, так сказать, особенности мы озвучили А что происходит роумингом за гранией Он действительно по определению всегда дороже Именно потому, что определяется, да, с одной стороны, дальностью А с другой стороны, может быть, спецификой, да, того или иного государства Ведь попадаем-то мы под юридикцию Это да Ну, там даже определяется не государством, а оператором То есть, когда наш абонент, абонент Мегафона выезжает в любую другую страну Ну, он попадает в чужую сеть, там нет сети Мегафона Там есть сеть другого оператора, или трех, или десяти местных операторов У каждого из этих операторов, а их более 500 в мире У Мегафона есть договор Дальше начинаются двусторонние отношения, которые... Ну, это взаимовыгодный договор, да? Ну, относительно, потому что, ну, например, мы должны оказать нашему абоненту услугу Если он поехал в любую страну Он рассчитывает на то, что у него связь там будет работать Ему не надо будет ничего делать Но местный оператор, например, может нам сказать Окей, никаких проблем, ваш абонент будет мне платить Потому что мы платим тому оператору Абонент будет платить ему, ну, скажем, там, 10 долларов за минуту Ну, мы ему говорим, слушайте Это как-то вы... Где вы такие идеи, да? Жестко себя ведете с нами Может быть, мы как-то там попытаемся договориться Вот, и когда мы пытаемся договориться То здесь уже входит дело, опять же, рыночные механизмы Ну, например, мы смотрим на то, сколько людей из этой страны ездят к нам А сколько едут туда Ну, можем ли мы, например, сказать ему А мы тогда вашим абонентам 10 долларов здесь включим А тогда они говорят Да включайте, ради бога Наших только вам ездит 100 А ваших к нам Тысяча Тысяча И что вы мне тут тогда вот предлагаете Ну, это так я упрощаю, конечно Но понятно, что проблемы все решаемые Но не всегда И сейчас их можно там вот разделить Если говорить о мегафоне То мы смогли договориться И очень сильно, радикально опустить цены В более чем 50 европейских странах Они фактически не отличаются от внутриевропейских у нас Интересно, чем вы аргументировали? Объем трафика То есть это объем трафика Вам будет, говорите, вы просто выгодны Потому что это все Ну, как сказать Безусловно, мы пошли на снижение По сравнению с нашими конкурентами Причем мы снизили цены на роуминг В 10 раз примерно От 6 до 10 раз По сравнению с конкурентами нашими Нашими операторами, да Потому что они на это пойти не могут Но тут понятно, что Не открою большой тайны Мы были заинтересованы Чтобы привлечь к себе Абонентов, которые ездят за рубеж Они наиболее прибыльные, как правило, абоненты То есть мы хотели, чтобы они перешли на мегафоны Я могу сказать, что Это удалось И очень многие люди Которые часто бывают именно в европейских странах Они, собственно, на мегафоны перешли Вот, поэтому здесь у нас Неоспоримое конкурентное преимущество Сложнее дела обстоят Даже иногда со странами ближнего зарубежья Например, если взять Ну, например, такие страны, как страны Средней Азии Для них поток Внутри вот этого трафика Это большой элемент их валютной выручки В экономике Поэтому они там идти на уступки серьезные не хотят То же самое, к примеру, Белоруссия Где есть один монополист И, собственно, там тоже сложно договариваться Вот здесь как раз, мне кажется Государство могло бы играть более активную роль В рамках каких-то надгосударственных организаций Типа таможенного союза, СНГ и так далее Потому что, ну, понятно, что разговаривать с какой-нибудь Бразилией Государству, там, понятно, что у них особых экономических-то оснований нет Или политических Потом государству проще договориться, наверное, да? Они же смотрят более широко на проблемы Они могут внести какие-то другие элементы Совершенно верно Давайте мы сделаем вот так Плюс есть элементы, если брать тоже Среднюю Азию Это большое количество мигрантов, которые пользуются Мобильные связи, ну и так далее Что касается других стран Ну, с каждой страной, в принципе, по-своему Ну, вот 10 долларов, например Я приводил пример Это, по-моему, это пример из Арабских Эмиратов Вот там, понятно, что туристы из Арабских Эмиратов к нам особо не ездят А вот к наших зато... Ну, и просто Эмираты, они обычно вот в такой позе всегда Вот в такой Ну, хотите, берите, хотите Поэтому, вот, собственно, роуминг определяется этим Здесь нет, опять же, никаких, ну, таких вот, я не знаю Супералчности операторов Наверное, об этом можно говорить именно в таких двухсторонних разговорах Когда кто-то из вот этих вот Тех, кто с нами не хочет договориться, приезжает к нам Вот с них-то мы берем по полной правиле Но их, к сожалению, мало Вот, а те, кто приезжает к нам в больших количествах С них особо-то и не возьмешь, в общем-то Давайте отвечать на вопросы Потому что есть звонки И очень любопытно, что думают наши слушатели Илья, добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста Алло, Илья, добрый вечер Вот у меня, например, я абонент Мегафона У меня такая есть проблема, они работают в одной из областей Других работают, а в одной из них не работают И я обращался три месяца назад И до сих пор там никакого ответа И как-то очень через службу поддержки сложно достучаться Вот, еще иногда бывает тяжело по 20 минут Слушать, что оператор скоро ответит Потом оператор отвечает Говорит, я вас переключу на другого оператора Это вот по поводу поддержки А еще один вопрос Хотелось бы узнать Обусловленная такая разница в тарифах Между Москвой и областными отделениями Разница в тарифах То есть в Москве дороже, чем в областях, да? Да, в Москве дороже Раза в полтора, два, три Ну, где-то так вот Хорошо, Илья, спасибо за вопрос Ну, собственно, несколько вопросов, Петр Один из них касаемо роуминга Вот одной из областей ассиферации Нет роуминга мегафона Возможно такая история вообще? Ну, мне довольно сложно представить Я думаю, здесь Я не стану отвечать вообще Потому что Ну, вообще и не надо, конечно Работает у нас везде все У нас во всех филиалах и во всех областях Все нормально работает Вот, поэтому если действительно есть проблемы То обращайтесь в службу поддержки И вам там помогут Прошу прощения сразу за долгое время ожидания Это связано действительно с зачастую Довольно большой нагрузкой на операторов Мы стараемся максимально переводить Вот эти вот услуги Такую зону самообслуживания То есть возможность И в интернете, и с телефона Я всегда рассуждаю так Ведь в принципе, да, если Изводишь какую-то поддержку Неважно куда Как правило, происходит то же самое Поэтому в данном случае, да К сожалению, здесь, да Можно сказать, действительно Есть над чем работать С другой стороны, надо понимать Что поддержка и большой штат операторов Это, конечно, довольно дорогое удовольствие Вот, и поэтому все, любые, любые поставщики услуг Максимально стараются перевести это В такую онлайн-поддержку Вот, ну что касается цен на услуги связи В Москве и в различных филиалах То, опять же, вот здесь возвращается Я бы вернулся к предложениям Там все унифицировать и сделать цены везде одинаковыми Понимаете, у нас и в Москве, и в каждом из филиалов Есть довольно большой выбор тарифов И каждый человек может выбрать себе тарифы По собственному усмотрению И если он хочет звонить меньше Или меньше пользоваться мобильным интернетом То он может там Меньше денег тратить И вот так вот просто говорить Что у нас же не один тариф в Москве Ну конечно Не один тариф, я не знаю, во Владимирской области У нас их много разных И здесь каждый, мне кажется, может найти для себя возможность Тратить столько, сколько он может себе позволить Мобильная связь вообще очень демократичная штука И миллионер, и самый небогатый человек Тратить могут примерно одинаково И получать еще при этом одинаковое качество услуг Конечно Здесь выбор, естественно Главное, что здесь есть выбор Да, выбор есть, безусловно Профессиональные операторы Главное, чтобы нас его не лишали Да, это так Еще один вопрос Послушаем Александра Александр, добрый вечер Вы в эфире говорите Добрый вечер Добрый У меня вопрос по поводу роуминга Угу Помнится, года 2-3 назад Еще президент Медведев В те времена выступал И говорил, что у нас очень дорогой роуминг После этого руководство Мегафона Отчиталось, что роуминг снижен радикально Угу Сейчас я слышу вашего гостя, который говорит Что у нас очень демократичные в Мегафоне Цены И что операторы у нас не алчные Угу Пускай он тогда объяснит мне, пожалуйста Каким образом получается И может быть такой В другой стране У другого оператора такие есть цены Едучи в прошлом году В начале лета в Италию Я подключил выгодный очень роуминг С точки зрения Мегафона И я ехал через Австрию Из Австрии я позвонил в Италию И минуту разговора Минута разговора стоила для меня 120 рублей То бишь 4 доллара Может быть в какой-то другой стране Есть не такие щедрые операторы Которые имеют такие же цены 4 доллара за минуту роуминга Я, честно говоря, бываю в Европе Ни одного такого оператора Настолько на порядок берущего больше Не видел Может ваш гость нам объяснит Какая такая не очень алчная компания Мегафон Что берет своих клиентов такие деньги Спасибо, спасибо, Александр Да, хороший вопрос Но в этом случае как раз речь идет Не о том, что берем мы с оператора То есть с абонента В этом случае деньги берет как раз оператор Итальянский вместе с австрийским Что касается переездов между европейскими странами Там действительно действуют соответствующие директивы Евросоюза Так как они в одном союзе все У них там установлены определенные ограничения На цены на роуминг между европейскими странами И там действительно эти цены составляют Ну примерно там, не знаю, 40 центов за минуту и так далее Вот, поэтому здесь надо внимательно, конечно, следить За теми услугами, которыми вы пользуетесь Но могу вам сказать, что мегафон действительно снизил На сегодняшний день цены Вернее, это было как раз два года назад сделано Там был Путин Который говорил о том, что необходимо снижать У нас, кстати, к тому моменту было уже это снижение подготовлено И мы как раз очень удачно практически сразу после этого Выглядело это, как вы отрапортовали все равно Ну там не совсем так было, но, в общем, да Отрапортовали Вот, поэтому на сегодняшний день у нас цены Вот цены наши базовые тарифы Причем вам даже никакую опцию не надо подключать Если вы идете в Италию или Австрию и говорите о европейских ценах Они, ну, практически на 100% соответствуют ценам внутри Европейского Союза Но понятно, что если вы, находясь в роуминге Начинаете еще звонить в третью страну Которая, там, не в России, а куда-то еще Будет стоить дороже И любой другой оператор Ну, предположим, если вы приедете, условно говоря, из Канады в Россию И позвоните в Китай То это вам будет стоить, там, те же 4 доллара за минуту Это нормальная совершенно ситуация Да, это дорого И многие люди не могут себе этого позволить Поэтому не звонят Я могу просто порекомендовать следить за своими расходами в таком случае Мы, безусловно, делаем все возможное для того, чтобы сделать наши тарифы наиболее привлекательными Но, к сожалению, не все в наших силах Есть там и другие операторы Это очевидно Хорошо И еще один у нас есть вопрос Давайте мы его послушаем Ответить, правда, наверное, удастся только после новостей уже Хорошо, Петр? Послушаем Андрея Андрей, добрый вечер Вы в эфире, говорите, пожалуйста Добрый вечер Вопрос следующий Был момент, когда для нашей компании пришлось долгое время выбирать между двумя операторами Большой Тройки Билайном и Мегафоном Сравнение шло по качеству покрытия, в том числе, в метро Ситуация оказалась такой, что на практике есть карта Артема Лебедева Есть несколько результатов исследований Они показали, что Мегафон имеет более устойчивую связь с целым на станциях Но по покрытию перебивает Билайн В том числе, у Мегафона практически не покрыты перегоны связью Хотелось бы понять по этому моменту, какое будет развитие Потому что практически связи в метро, получается, нет То есть только на станциях, где, ну, соответственно, весь интернет тоже недоступен И второй момент, по поводу развития в Москве 4G, LTE, какие планы, когда зона покрытия увеличится Спасибо, Андрей, спасибо за вопрос вам Ну, можем начать, отвечать, Петр, еще 30 секунд у нас есть Ну, если коротко по метро, то метро от города к городу разное Например, там, в Петербурге у нас другая ситуация Это вопрос чисто коммерческий здесь Все зависит от того, где там компании заплатили за прокладку кабеля Сколько это стоит экономически Вот, мы работаем над тем, чтобы покрытие у нас было лучше Вот, ну, опять же, не хочу тут никого смешить Но в некоторых крупных европейских городах В метро вообще связи нет Вообще нет связи Вот, поэтому здесь, да, критика принимается Но работаем, надеюсь, будет лучше Петр, прервемся на новости, потом поговорим дальше Итак, друзья, продолжим Продолжим наш разговор Я быстренько представлю еще моего сегодняшнего гостя Петр Лидов, директор по связи с общественностью компании Мегафон Сегодня в гостях бизнес-класса А мы говорим о услуге роуминга, да Бизнес-мобильной связи Очень много вопросов Ну и, уважаемые слушатели, я прошу прощения Мы не успеем, во-первых, на все ответить А во-вторых, все-таки программа называется бизнес-класс И нас интересуют тонкости этого бизнеса А все вопросы, касаемые услуг, которые компания оказывает Но я думаю, это не совсем эфирные все-таки истории Но про 4G, тем не менее Да, давайте я буду очень коротко Тогда 4G в Москве работает, запущено Более того, важная новость, она такая Что появились уже смартфоны, которые поддерживают 4G Если раньше были только планшеты И были модемы То сейчас все основные бренды запустили смартфоны И последнее приготовление закончено Сейчас заканчивается тестирование Они будут в 4G работать уже вот-вот Буквально со дня на это Это здорово Это здорово Значит, если позволите, Петр Вот такую тему давайте обсудим Это уже, насколько я понимаю Это вопрос решенный То есть возможность абоненту Переходить оператору к оператору Сохраняя при этом телефонный номер Ну, в частности, да, как это выглядит Физически, что называется А потом... Ну, физически это будет выглядеть так С 1 декабря абонент захочет При желании сохранить свой старый номер И перейти, обслуживаться к другому оператору Сможет это сделать Для этого ему надо будет прийти к оператору Написать заявление И в течение, по-моему, недели Или 10 дней Эта процедура будет осуществлена Ну, и, собственно, дальше он будет Получать услуги другого оператора Пользуясь своим старым номером Операторы понесут определенные затраты Они не катастрофические Сейчас главный вопрос состоит в том Чтобы правительство успело В ближайшие буквально несколько недель Они, кстати, здорово работают Надо им отдать должное Потому что закон принял Очень короткие сроки Принять необходимые подзаконные акты Прописать процедуру Для того, чтобы мы могли до 1 декабря Все это оттестировать Чтобы это нормально работало Вообще, в европейских тех же странах Во многих это есть В большинстве даже Но переход занимал 2 года И так далее У нас это занимает всего год Может, это связано с тем Что мы берем уже какой-то пример Рабочую модель, нет? Отчасти, да Есть разные схемы внутренние Ну, в общем, да Нам не надо ничего придумывать Мы, в общем, более-менее понимаем Что надо делать Это удобно Я думаю, что для абонентов это хорошо Есть разные данные По тому, кто и сколько будет переходить Мы, собственно, ничего не боимся Не боимся конкуренции Не боимся нагрузок на сеть Мы надеемся, что Во многих регионах Если не во всех Мегафон выиграет От того, что люди смогут переходить Ну вот, кстати, да Но мой личный опыт, например, подсказывает Я так много переезжал в жизни И очень часто менял Мобильный номер свой Я совершенно никакой привязанности К нему не имею Но многие люди, видимо, имеют Пусть имеют Это один момент Мы говорим о некой психологической, может быть, связи с тем Что вот я у моих друзей, знакомых, родственных Воспринимаюсь на протяжении многих лет По номеру телефона Такому-то, такому Вы знаете, здесь еще есть бизнес-аспект Если говорить о бизнес-стороне этого вопроса То, может быть, для кого-то этот номер используется в рекламных целях И, возможно, они хотят перейти обслуживаться другому оператору Здесь вопрос даже надо ставить шире вообще Потому что если говорить о фиксированных номерах А ведь представьте, какое количество фиксированных номеров указывается в рекламе Крупными какими-нибудь банками, например, и так далее Вот там пока такого перехода нет Хотя, опять же, во множестве европейских стран Переносимость номера относится и к фиксированным номерам То есть стационарным Вы переехали с квартиры на квартиру и взяли с собой свой номер И к мобильным У нас пока только к мобильным Технической возможности сделать на фиксированных пока нет Насколько я знаю Ну, это вот что касается мотивации непосредственно клиента-абонента Да, то есть я хочу, чтобы у меня этот номер остался Потому что, ну, и я очень часто сталкивался с тем, что Если человек меняет свой номер, просто ты не знаешь Он не помнит уже, да, ты не знаешь, как его найти Потому что, а он не помнит, соответственно, свой новый номер Потому что забивается мобильный телефон Просто на память ничего не воспринимается уже Давно причем Вы много номеров на память знаете? Я практически нет Я практически три, наверное Совершенно верно Причем один из них номер домашнего телефона моих родителей Который я помню с детства А второй номер домашнего телефона бабушки и дедушки Который же царствует небесное Это нас покинули и там давно уже не живут Ну да А мобильный я вот про себя говорю Я знаю только свой, по большому счету Потому что действительно сейчас уже технологии такие Что мы и не запоминаем А вот чем мотивирован, с другой стороны Да, уже непосредственно говорим об услугах Чем мотивирован человек, клиент, который меняет абонента То есть он смотрит в частности и на тарифы Да, связанные с роумингом, например Или качество обслуживания Почему он вдруг захотел перейти? Ну есть несколько причин Я бы так мог бы сказать Ну главное, наверное, это качество Качество связи Качество связи Качество связи, да Второе, это, наверное, для многих людей Это цена, которую он платит Может быть, он думает, что будет дешевле Вот И третье, я думаю, это все-таки качество сервиса И Россия в этом смысле, на мой взгляд, сейчас входит как раз в фазу такую Когда сервис становится зачастую определяющим Потому что качество, ну, примерно, в общем, у всех одинаковое И несмотря на проблемы, которые есть Оно достаточно хорошее Цена тоже, в общем, сопоставимая Наверное, имидж оператора играет какую-то роль Там некая стабильность и так далее Красота и прочие параметры Но вот сервис, на мой взгляд, это очень-очень важный параметр И то, как с человеком общаются Насколько он счастлив от общения с оператором А ведь оператор – это такая компания, с которой вообще все каждую минуту имеют дело практически Конечно, конечно Вот, даже, наверное, чаще, чем с телевизором Поэтому Ну и в частности, да, сколько ждет он, да, вот этого волшебного звонка Такой сервис, конечно, ну, это фактически часть нашей жизни Поэтому здесь, конечно, сервис, на мой взгляд Мобильный оператор – это уже член семьи, по большому счету Давайте еще один вопрос послушаем У нас на связи Вадим Вадим, добрый вечер, вы в эфире, говорите День добрый Хотел задать такой вопрос Петру по поводу корпоративных клиентов Как собирается меняться политика Мегафон в отношении пакетов БИС, БИС Допустим, в других странах, тех же самых Арабских Эмиратах Мы знаем то, что если мы летим к корпоративным клиентам Допустим, то же самое Россия Мы прилетаем и знаем, что у нас безлимитный трафик Включительно всегда А с пакетами БИС, допустим, от Мегафона Я лечу в какую-то страну Мне нужно заплатить 3,5 тысячи И я буду как бы на связи Как собирается меняться политика Мегафона Вот в этом, как бы, ну, контингенте Как скажем, корпоративном Спасибо, Вадим, спасибо Да, это хороший вопрос очень И, вы знаете, корпоративный сегмент для нас Это, безусловно, с точки зрения бизнеса Это, конечно, зона роста Потому что мы здесь пока еще отстаем Именно поэтому наша политика состоит в том Что мы предлагаем наиболее интересные И гибкие варианты нашим корпоративным клиентам И если там сильно, опять же, глубоко времени нет говорить Но есть крупные корпоративные клиенты Есть там более мелкие, совсем мелкие И так далее Основной принцип это гибкость И, конечно, при большом объеме Затрат на связь, которые корпоративные клиенты могут платить И большой объем трафика Мы, естественно, готовы идти на различные уступки Предлагать тарифы, в том числе и по роумингу Ну и по роумингу у нас, безусловно, по определению Ну, не по всем странам Но более 50 стран Европы У нас по определению цена в 6-10 раз ниже, чем наши конкуренты Это говорит само за себя Времени не так много Еще хорошую тему Вот вы мне предложили сегодня, Петр По поводу оператора имени Скартел Если можно, двух словах буквально озвучьте А, ну там, да, была новость сегодня Вернее, вчера даже На днях была новость о том, что Волгоградская компания под названием Eros Она оспорила правомерность выдачи компании Скартел Это Yota лицензии на частоты четвертого поколения А дело в том, что Мегафон с компанией Yota вместе, собственно, построил сеть мобильной связи четвертого поколения На такой основе МВНО То есть мы частично используем их частоты Они используют нашу сеть И сегодня Мегафон уже запустил 4G в 78 городах почти в 30 регионах России И, конечно, если вот это данное решение в процессе апелляции не будет отменено судебно И Скартел потеряет частоты То это, безусловно, нашу страну, по большому счету, с точки зрения развития связи Отбросит достаточно серьезно Потому что вложены и огромные деньги И, честно говоря, по уровню охвата 4G А сегодня у нас около 50 миллионов людей проживает на территории, где есть 4G Конечно, мало таких стран в мире И будет очень грустно, если вот, так сказать, подобное решение, оно будет вынесено Так что здесь, конечно, вопрос есть Но мы рассчитываем на то, что все будет хорошо у Скартелла в этом смысле Так тебе говоря, о мобильной, не о мобильной Об интернет-трафике, об интернет-связи Переезжая из страны в страну, из государства в государство Там тоже ветеровано Да, то же самое И примерно такие же тарифы Ситуация такая же, да Но, вы знаете, с трафиком там другая немножко история Там цены снижаются Они были вообще запредельно высокие Фактически заградительные еще 2-3 года назад Заградительные? Да, то есть там, я не знаю, мегабайт мог стоить 400 рублей Что безумно дорого Если вы помните, у нас была история вот с Владимирским абонентом Так называемым, который, когда молодожены поехали в отпуск И там на миллион рублей скачали сериалы через модем Вот, мы с ними потом решали этот вопрос В результате, в общем, деньги брать не стали Но это была проблема И связана она была именно с бизнес-моделью Потому что люди пользовались не очень много мобильным интернетом в поездках И местные операторы пытались, ну, грубо выражаясь, срубить там максимум Максимум, сразу за несколько минут Сейчас мобильный интернет становится уже, так сказать, как вода в кране Поэтому и цены будут снижаться И я думаю, их снижение будет даже быстрее, чем голосовые И в частности 4G, да? Да, 4G, 3G, все это будет снижаться быстрее Хотя пока еще, конечно, это не так дешево, как хотелось бы И хочу предупредить абонентов всех наших, что вне зависимости от того, в какую страну вы уезжаете Следите за тем, как вы пользуетесь мобильным интернетом Кстати, что такое следите? Мы можем, я вот могу заранее понять, сколько мне будет стоить мобильный интернет в той или иной стране Где-то это я могу понять? Или я просто уже по факту, что называется? Вот я... Ну, смотрите, во-первых... Есть, во-первых, понятные затраты, которые вы сами несете То есть вы понимаете, что вы делаете в течение часика Скачиваете вы видео, фотографии и так далее Всегда можно проконсультироваться у мобильного оператора по этому вопросу Но еще другая проблема, что многие аппараты на сегодняшний день Они сами там подкачивают информацию, погоду смотрят Автоматически, да Как правило, во всех в них есть сейчас функция отключить мобильный интернет в роуминге Потому что действительно очень много было проблем Не только в России, и в том числе и в Европе Люди там на 50 тысяч евро, на 100 тысяч евро были случаи, попадали Но на сегодняшний день путем информирования все-таки эта проблема снята Но, тем не менее, относиться надо к этому внимательно Ну и остались две минутки буквально Петр, традиционный вопрос Вы как видите вообще развитие мобильной связи с точки зрения роуминга? Отменят его однажды, может быть? Или будет он совсем дешевый? Причем я не говорю именно исключительно о национальном А еще и о таком всепланетном масштабе Ну, в всепланетном масштабе, я думаю, процесс будет идти несколько медленнее А в России, я думаю, прогноз такой, что государство примет шаги по упрощению процедур трафика Что позволит рынку очень быстро снизить цены Хотя они, в общем, и сегодня уже полтора рубля в минуту За минуту не так это дорого Это недорого, да? То есть опять мы говорим о том, что, ну, если не главным, то первостепенная задача это участие государства Государство может ускорить этот процесс То есть было бы неправильно, наверное, со стороны государства там как-то жестко выставлять цены Или говорить, что все, мы все отменяем и так далее Это хороший, популярный, наверное, был бы шаг Но это уже популизм, да, это скорее? Ну, можно так сказать Вот, но если смотреть на то, как развивается ситуация То, да, упрощаются законы Спасибо Министерству связи за это, молодцы Они действительно очень хорошо профессионально работают Вот, а у нас очень жесткая конкуренция Мы ее не боимся, цены снижаются постоянно внутри страны За рубежом зависит, безусловно, от таких факторов, как сколько народу куда ездит Потому что это главный аргумент в возможности договариваться с другими Ну, естественно, от аппетита местных операторов Ну, да, или если где-то есть там монополия Ну, как бы с ней вообще сложно рассказать Да, монополия всегда сложно В нашей ситуации есть, да, фас знаменитый, который, да, не даст расслабиться Ну, что ж, Петр, огромное вам спасибо Уважаемые слушатели, в гостях бизнес-канала сегодня был Петр Лидов Директор по связи с общественностью компании «Мегафон» Ну, и мы обсудили тему, связанную с роумингом в России С роумингом за рубежом В общем, главная и опять позитивная, на мой взгляд, идея всего нашего Финала нашего разговора То, что мы движемся в нужном направлении И удобство, это очевидно Всего хорошего, спасибо за внимание